Ребят, всем привет! Меня зовут Сергей Фриянов, я кей-инженер, тестировщик, живую и работаю в Калифорнии, а также являюсь вавтором-преподавателем нашего курса K-Manual, K-Automation, K-Silicon Valley, Калифорния. И мы учим на кей-инженеров, на тестировщиков. Все онлайне, куда ездить не нужно, и обучение проходит по всем принципам и технологиям, принятых на сегодняшний день в Кремниевой долине США. И сегодня я вам расскажу про рынок тестировщиков, про то, сколько есть рабочих мест, сколько за них платят и где эти рабочие места. В нашем отчете вы увидите рынки США, России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана. И сразу вам сегодня скажу, что у нас исторический максимум. То есть на сайте LinkedIn еще ни разу не было столько рабочих мест, сколько вот сейчас, сколько сегодня. И я предполагал, что этот рост будет ближе к концу года, в декабре. Но этот год необычный. В плане кей, это вообще какой-то взрывной бум. За последние 10 лет я такого не видел никогда. Это вот первый год такой. И в этом году вот этот вот взрывной рост, который должен был быть в декабре, он наступил раньше на месяц. Этот драфт наступил раньше на месяц. Как знаете, вот в спорте бывает драфт, отбирают лучших игроков. Сейчас компании пытаются найти себе инженеров, кандидатов на вакансии, которые у них будут освобождаться в конце года или начинаться какие-то новые проекты в начале года. И сейчас компании пытаются найти этих кандидатов. Кстати, на нашем курсе продолжается набор в текущую группу. Если вы сейчас продолжите обучение, вот в текущем курсе, на QA Manual или на QA Automation, то до конца года вы уже будете иметь возможность оплавиться на рабочие места и получать работу вот по очень хорошим ценам. И по каким ценам, давайте я вам сразу покажу, сколько сейчас платят на рынке и какие вакансии из компании. Как я сказал на сегодняшний день, у нас в США 268 535 открытых вакансий. Это только на LinkedIn. Такого не было никогда, это исторический рекорд. Где-то месяц назад было максимум 255 тысяч. То есть у нас увеличилось на 13 тысяч рабочих мест, и это не предел. Я думаю, к концу года вакансий будет еще больше. Это только для тестировщиков. Что касается сайта Jubal, на нем еще почти 700 тысяч вакансий. Это в США. Если мы посмотрим на рынок России, на HeadHunter по запросу Tester, мы получаем 8210 вакансий. И по запросу тестировщик ПО еще 7019 вакансий. В России на сайте Jubal еще 5 399 вакансий. И на сайте Superjob еще почти 1000 вакансий. Если говорить об рынке Украины, 362 вакансий на HeadHunter. И 3174 вакансий на Jubal дополнительно. Рынок Белоруссии 580 вакансий на HeadHunter. И еще 3783 вакансий на Jubal. Дополнительно на рынке Украины вот есть работа BY, такой сайт, 414 вакансий еще. Рынок Казахстана 178 вакансий на Jubal. И еще 165 вакансий на HeadHunter. И рынок Узбекистана 77 вакансий на Джубал. И еще 16 вакансий на HeadHunter. Кстати, ребят, тенденция этой недели. У нас появилось новое название, видите, в LinkedIn. Теперь уже публикуются вакансии не от Facebook, а от компании Meta. Смотрите на нашем канале, там будет видео об этом. И я очень подробно об этом расскажу. Как происходила трансформация от Facebook к компании Meta. Но на данный момент в бывшем Facebook сейчас компания Meta для тестировщиков только DK. Видите, вот я выделил. 503 открытые вакансии. Я думаю, что если ввести какую-нибудь поисковую стройку другую, там, тестировщик или K-тестировщик или K-инженер, может быть, еще дополнительно будет вакансия. Ну окей, теперь давайте посмотрим, сколько платят за вакансии в США. Вакансия в Купертино, Калифорния. 152 тысячи долларов можете получать. Еще вакансия в Купертино, Калифорния. Это тоже K-ная вакансия, но это уже менеджерская вакансия. Но, тем не менее, 250 тысяч долларов. Таких зарплат я еще не видел ни разу. То есть за менеджерские должности платили там 180 тысяч долларов. 200, но не 250. Видите, сейчас уже 250 тысяч долларов. То есть зарплаты очень стремительно растут. Это просто вакансия в K-инженер, это не менеджер. Вы можете получать 160 тысяч долларов. Еще одна вакансия в K-инженер, тоже в Apple, Купертино, 160 тысяч долларов. Еще вакансия в Apple. Кстати, почему так много вакансий в Apple? Это тенденция этой недели. Очень много вакансий в Apple на этой неделе. 152 тысячи долларов в Купертино, Калифорния. Еще вакансия в компании Apple, 205 тысяч долларов. Тут не написано, что это Key Engineer, но раз вакансия попалась сюда, выбор какие, значит там есть какой-то функционал, который относится к тестированию. Вакансия в компании Amazon Sunnyvale, Калифорния, 168 тысяч долларов. Это годовая зарплата, ребят. Еще вакансия в компании Apple, Купертино, 149 тысяч долларов. Еще одна вакансия в компании Apple, еще 149 тысяч долларов. Компания Amazon разместила еще одну вакансию, 176 тысяч долларов в год вы можете получать. Ну не все будут работать в Apple, Amazon, хотя вакансий у них конечно много. Вот вакансия в компании Workday, 142 тысячи долларов в год вы можете получать. И вот тут, ребят, я вам поставил три вакансии. Они, скажем так, не совсем в брендовых компаниях, но у них есть свои особенности. Смотрите, вот эта вакансия и следующая покажу. Видите, компания одна и та же, просто разные города. Здесь Carlson City, Nevada, а вот здесь Boys Idaho. То есть, что Carlson City, Nevada, что Boys Idaho, это не самые большие, скажем так, города с не очень дорогим уровнем жизни. То есть, там вы не очень много будете тратить на то, чтобы жить в этом городе. Но смотрите, вы можете получать до 121 тысячи долларов здесь в Неваде. Кстати, там подоходного долога нет, вы будете меньше налогов платить. И вот здесь Boys Idaho, 123 тысячи долларов. То есть, там довольно дешевая жизнь, но очень хорошая зарплата для этого места. И еще одна вакансия, это Phoenix, Arizona. Тоже, ну не сильно айтишное место, но тем не менее, ребят, под 120 тысяч долларов можно вот здесь получать. И смотрите, это Associate. Это самое начало работы кей-тестирования. То есть, вы будете начинать либо с Entry Level, либо с Associate. Я об этом еще сегодня скажу. Теперь давайте посмотрим, сколько платят на рынке России. Как я сказал, 8 210 вакансий. Какие зарплаты? Ну, например, вот здесь. Кстати, зарплаты в России помесячно. Все, что вы видите, вот здесь будет написано, это помесячно. Оплата в месяц только идет. По 1000 долларов на руки. Это уже чистыми. Вот здесь вы будете видеть зарплаты, ребят, это в месяц. Это не в год. Все, что на рынке России, это вместе будете получать. Вот смотрите, 160 тысяч рублей на руки будете получать уже чистыми. От 100, понятно, до 160. То есть, компания готова платить столько. Готовы ли вы столько получать? Это второй вопрос. Но компания готова платить. Еще вакансия в Москве до 200 тысяч рублей. Вакансия в Москве еще на руки до 150 тысяч рублей. Санкт-Петербург до 150 тысяч рублей на руки. Это в Рязани, ребят, вакансия. И они платят от 120 тысяч рублей. От 120. Максимум они не указали. И это Рязань, это не Москва, не Питер. Вакансия в Москве до 150 тысяч рублей на руки. Уже чистыми. Еще вакансия в Москве от 900 евро. Ну, это порядка 1200 долларов. Но это от. Еще вакансия в Москве до 210 тысяч рублей на руки. Уже чистыми. Вакансия в Самаре, ребят. Это не Москва. Смотрите, сколько платят в Самаре. До 3000 долларов. До вычета налогов, но все равно до 3000 долларов в месяц. Это в Самаре. И, кстати, я вот здесь хочу вам показать. Это удаленная работа и полная занятость. И удаленная работа, это, еще раз скажу, не потому, что ее удалили откуда-то. Это вы можете работать из любого города в России на компанию, которая находится в Самаре. За 3000 долларов в месяц. У нас курс, весь курс полный стоит дешевле в два раза, допустим, чем вот месячная зарплата, которая у вас здесь будет. И, кстати, на нашем курсе можете учиться с мужем и женой за одну цену вдвоем. Представляете, каждый будет получать вот по 3000 долларов потом. И вот вакансия в Москве. Это у нас компания Headhunter. Они еще senior engineer, готовы платить от 200 тысяч рублей. Это в месяц. Окей, теперь давайте немного подробнее посмотрим на рынок Америки, какие позиции есть в каких компаниях и какие тенденции рынка. Значит, за последнюю неделю было опубликовано у нас более 58 тысяч новых вакансий. 58 тысяч, 776 вакансий. Это только на рынке Америки. Из общего количества вакансий, видите, они меняются. То есть обновляется результат 168, 268, 267, 949 сейчас стало. То есть, видимо, сейчас идут какие-то закрытия вакансий, открытия. Ну, вот 268 тысяч есть сейчас на рынке. Если посмотреть на фулл-тайм, сколько из этих работ фулл-тайм? 229 тысяч. То есть, ну, практически там большая часть этих работ это фулл-тайм. Там, где вы будете получать полную зарплату и бенефиты. Если посмотреть на experience level, internship, это стажировка, ребят. На стажировку сейчас требуется более 2000 кандидатов. На стажировке вы можете получать деньги, вам будут платить зарплату. Где-то можете бесплатно работать, но потом, если хорошо проходите стажировку, вам джоп-оффер компания делает. Где-то он будет платить деньги. Давайте я даже посмотрю, где и сколько могут платить. Вот, например, вот здесь. Это менеджерская вакансия, но, тем не менее, 211 тысяч долларов готовы платить за то, что будет проходить кандидат, у них стажировку. Видите, это internship. Или вот здесь, смотрите, компания Amazon. Лето 22-го года 147 тысяч долларов они готовы платить за то, что вы пройдете у них стажировку. Это тоже internship. Хорошо пройдете, будете работать в компании Amazon на фулл-тайм. Вот, смотрите, Tesla публиковала два интерншипа. Они, правда, не пишут, сколько они готовы платить, но, тем не менее, летом 22-го года, даже не летом, это весной 22-го года, они готовы взять на internship. Даже если вы бесплатно будете работать, ну, стажировка в компании Tesla, это очень хорошая запись резюме. Не говоря о том, что если хорошо вы пройдете стажировку, вам предложат job offer сделать, вам предложат работать в компании Tesla. А вот на лето, смотрите, следующая стажировка на лето, уже summer 2022-го года. То же самое. Вот компания Boss. Знаете, акустическая компания, которая делает акустические девайсы, очень хорошая, тоже можно проходить. Или компания General Electric. Большая очень компания. Вот, смотрите, компания Apollo Folio в Санта-Барбаре, Калифорнии находится. Они готовы вам предложить проходить у них стажировку за 126 тысяч долларов в год. Понятно, от 42. Ну, слушайте, даже от 42 нормально, но даже от 126, смотря как вы пройдете собеседование. Теперь давайте посмотрим entry-level. То, с чего начинают все инженеры, все тестировщики. На entry-level это самый начальный уровень тестирования. На сегодня требуется почти 90 тысяч сотрудников. 87 тысяч 150 кандидатов требуется сейчас. По уровню зарплат. Смотрите, например, вот здесь, в Неваде, Рена, Невада. Это не самый большой город. 120 тысяч долларов готовы платить на фулл-тайме такому кандидату. Следующее. Associated. Тоже начальный уровень тестирования. И тут требуется более 70 тысяч сотрудников. Давайте посмотрим на зарплаты. Например, вот здесь. Компания MailChimp. Они готовы платить. Seattle, Washington. Они готовы платить 144 тысяч долларов в год. Это фулл-тайм Associated. И Middle Senior Level. Это где-то 2-3 года вы проработаете уже, достигнете этого уровня. Здесь у нас 45 901 вакансия. И зарплата, видите, тут уже как бы побольше. Вот здесь 133 тысячи долларов готовы платить. Вот в Palo Alto Workday 142 тысячи долларов в год. Или вот здесь Сан-Франциско, Калифорния 168 тысяч долларов в год. Это компания Amazon. Теперь давайте посмотрим интересную выборку. А именно, сколько среди 260 почти 8 тысяч вакансий у нас меньше 10 кандидатов в компаниях на эту вакансию. Смотрите, 253 тысячи работ имеют менее 10 кандидатов. То есть огромный спрос на тестировщиков. Потом еще очень хорошая выборка, которая тоже показывает рекорд на этой неделе. Зарплаты более 200 тысяч долларов в год. Таких зарплат 751. Такого не было никогда. Это тоже исторический максимум. То есть зарплаты растут огромными темпами. 751 вакансия уже платит более 200 тысяч долларов в год зарплату. И это не всегда, кстати, менеджерские вакансии. Окей. Теперь давайте посмотрим конкретно в каждой компании, сколько вакансий. Начнем мы с компании Apple. В компании Apple сейчас 458 открытых вакансий для тестировщиков. Далее. Компания Amazon. Более 2000 вакансий, а именно 2227 открытых вакансий для тестировщиков. Компания Emeta. Я вам уже показывал, да, 503 открытые вакансии сейчас для тестировщиков. Компания Walmart. Более 1000 вакансий, а именно 1788. Они, кстати, особо не растут. То есть в технологичных компаниях вакансии увеличиваются где-то даже в два раза где-то увеличились. В Walmart примерно такая стабильная вот цифра, около 2000. Но плюс Walmart, что они нанимают во многих штатах. Смотрите, это Арканзас. Это тоже Арканзас. Техас. Калифорния. Джорджия. Аризона. Еще Техас. Оклахома. Флорида. Опять Джорджия. То есть во многих штатах компания Walmart нанимает тестировщиков. Это большой плюс. Они, кстати, отлично платят. Вполне в рынке. Компания Microsoft. 620 открытых вакансий для тестировщиков. Продуктовая компания Kröger. У них много вакансий, как всегда. Тоже во многих штатах. Вот 1131 вакансия. По зарплате где-то в рынке, где-то чуть меньше. Ну, например, вот здесь. В Agaios 97 тысяч долларов они платят. И за неделю всего лишь один аппликант. И я уверен, может быть, даже и не за Agaios. Ну, вот смотрите. Еще вакансия в Agaios. 108 тысяч долларов уже. Месяц назад еще никто не оплавился. Представляете? Это entry-level. Там много не нужно. Не нужно знать, не нужно уметь. Компания CVS Health. У них почти 7 тысяч вакансий открытых. 6962 вакансии. И тоже во многих штатах. Они, кстати, хорошо платят. Ну, вот здесь, например, смотрите. Это Нью-Йорк. Это Аризона. Это Нью-Джерси. Это Техас. Сенсенати. Родд-Айланд. Нью-Йорк. Иллиной. Очень-очень много вакансий по всей стране. И по аппликантам, смотрите. Вот здесь 2 аппликанта. Здесь 0. Здесь тоже никого. Здесь 2 аппликанта. Очень мало людей оплавится. Clear and Jobs. Там, где нужен доступ к секретности. И там, где нужно иметь либо green card, либо гражданство. Таких вакансий на рынке более 4 тысяч. Кстати, они выросли за последнее время почти в 2 раза. И зарплата здесь очень хорошая. Здесь средняя зарплата начинается от 150 тысяч долларов. Потому что довольно серьезная работа. И нужен доступ к секретности. Хотя технически работа не очень сложная. Она примерно как везде. Вакансии есть везде. Смотрите. Это в Техасе. Вот Вирджиния. Это Вашингтон, Ди Си. Вот смотрите. То, о чем я говорил. Да, от 113 до 181 тысячи долларов можно здесь получать. Компания Salesforce. 459 открытых вакансий. Также, кстати, во многих штатах. Видите, тут Аризона и Калифорния есть. Банк Wells Fargo. 465 открытых вакансий. Также нанимают по всей стране. И довольно неплохо платят. Вот здесь вы видите, да. Quality Assurance Analyst. От 48 до 96 тысяч долларов. Но, ребят, это Analyst. Это самое-самое начало работы Киэй. Там требования будут очень такие маленькие. И это почти 100 тысяч долларов в год. Ну и пару компаний Илона Маска. Компания Tesla. 334 открытые вакансии. По зарплате, например, вот здесь, смотрите, в Пала-Альта. 147 тысяч долларов в год. Entry Level. То есть самое начало работы Киэй. Всего 4 аппликанта за неделю было. Или вот здесь, тоже Пала-Альта. 5 дней назад 10 аппликантов. 141 тысяча долларов в год. Вот здесь вакансия во Фремонте, да. 145 тысяч долларов в год. За месяц один аппликант только. Это Entry Level. Еще одна вакансия во Фремонте. 145 тысяч долларов за месяц. Всего 5 аппликантов. Пока никого не наняли, значит, вакансия висит. Возможно, аппликанты вообще не из США. Это тоже Entry Level. И еще одна компания Илона Маска. SpaceX. Там тоже есть вакансии. 12 результатов, да. 12 тестировщиков требуются на сегодняшний день. По зарплате не всегда самые большие. Илон Маск славится тем, что он не всегда много платит. Но, ребят, вы будете работать в SpaceX. Вы будете строить будущее. Это настолько хорошая запись в резюме вашем, что после SpaceX, я не знаю, куда угодно можно идти. И в НАСА, и куда угодно. Ну, допустим, здесь 115 тысяч долларов. Но это Ассоши. Видите? Это самое начало тоже работы Киэй. Это в Калифорнии вакансия. Окей, ребят. Вы видели, что происходит на рынке? То есть сейчас исторический максимум. Сейчас компании, они должны были к Новому году начать нанимать людей очень активно. Они начали раньше. На месяц раньше, чем должны были. Сейчас будет огромный бум к Новому году. Сейчас самое время получить специальность тестировщика и выходить на работу ближе к концу года или в начале года. У вас есть такая возможность. То есть мы еще набираем в текущей группе. Переходите по ссылке в описании на наш сайт. Записывайтесь в текущую группу. И до конца года у вас уже будет возможность оплатиться на эти вакансии, выходить на рынок и получать работу. И работайте вместе с мужем и женой. Это очень выгодно. Учитесь вместе за одну цену и потом работайте вместе. Вы будете развиваться гораздо эффективнее с семьей, чем по одному. Окей? Хорошо. Был рад с вами поделиться этими новостями. Смотрите новые видео на нашем канале. И до встречи. Всем пока.